Мы не можем выбрать время, в которое живем. Зато мы можем помнить время, в которое могли бы жить. Вспомнить все. Это программа о памятных датах земли Псковской, которая выходит в эфир при поддержке Псковской областной универсальной научной библиотеки. В студии Ирина Лукина. Самые разные исторические события объединяет день 27 декабря. В этот день, в 1908 году, родился Василий Филиппович Маргелов. Военная служба стала главным делом его жизни. Командующего воздушно-десантными войсками генерала Маргелова его сослуживцы ласково называли дядей Васей. Генерал Маргелов не был основателем десантных войск. Свой первый прыжок с парашютом он совершил, когда ему исполнилось 40 лет. Но именно Маргелов сделал десантников настоящей армейской элитой. Перед Великой Отечественной войной Маргелов занимал не совсем обычную должность. Он командовал 15-м отдельным дисциплинарным батальоном. Первые дисбаты в СССР были сформированы в 1940 году. И поначалу в них отбывали наказание военнослужащие рядового и младшего начальствующего состава, осужденные военным трибуналом к лишению свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет за самовольные отлучки. В самом начале войны Василий Маргелов командовал 3-м стрелковым полком 1-й мотострелковой дивизии, в костях которого составили бывшие дисбатовцы. В ноябре 1941-го майор Маргелов был назначен командиром 1-го особого лыжного полка моряков Балтийского флота. Моряки – это особая каста, и на сухопутных офицеров они порой смотрели косо, но к Маргелову подчиненные прониклись уважением, именуя его морским эквивалентом звания «товарищ капитан третьего ранга». По легенде, именно тогда будущий командующий ВДВ прикипел душой к тельняшкам, впоследствии введенным и в обмундирование десантников. В годы Великой Отечественной войны Василий Маргелов был командиром стрелкового полка, начальником штаба и заместителем командира стрелковой дивизии. В 1944 году он вступил в должность командира 49-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта. За форсирование Днепра и освобождение Херсона комдив был удостоен звания Героя Советского Союза. В сентябре 1944 года полковнику Маргелову было присвоено звание генерал-майор. После войны он окончил Высшую военную академию имени Ворошилова и в 1948 году стал командиром 76-й гвардейской Черниговской краснознаменной воздушно-десантной дивизии. У Маргелова к этому времени за плечами была богатая и славная биография. Ну а у десанта 18 лет истории. Он не давал покоя оружейным конструкторам, требуя создавать модификации автоматического оружия с учетом специфики десанта. От танкостроителей добивался боевых машин, которые были бы заточены под крылатую пехоту. Особо доставалось авиаконструкторам. Маргелов требовал от них транспортники, которые могли бы в течение нескольких минут десантировать целые полки вместе с техникой. И самое удивительное, Василий Маргелов все это получал. Благодаря появлению парашютных платформ стало возможным десантировать вместе с бойцами артиллерию, инженерную технику и многое другое. Благодаря Маргелову воздушно-десантные войска превратились в армейскую элиту, в мощный ударный кулак, с которым вынуждены считаться во всем мире. В считанные часы тысячи бойцов и сотни единиц бронетехники могут быть переброшены на огромные расстояния и сходу приступить к решению задач любой сложности. 27 декабря 1956 года. Вечер. Необычное астрономическое явление наблюдают колхозники Великопольского и Ольгинского сельсоветов, а также жители Пскова. До высоте 500 метров в направлении с севера на юг пролетело светящееся тело. Длина искры превышала 3 метра. Предположительно, это был метеор. Вот такой краткий экскурс в прошлое. Ну а как день сегодняшний войдет в историю, покажет время. Вспомнить все. Редактор субтитров А.Семкин